Всем настоящий бойцовский респект вы на территории ММА. Главная новость дня появилась сегодня на ММА просторах страны. Тамир Исмагулов против Армана Царукяна на турнире в Лас-Вегасе в ночь на 18 декабря. Для фанатов, которые глубоко погружены в процесс, такая информация вызвала легкий диссонанс. Менеджером обоих бойцов является казахстанец Саят Абдрахманов. Он всегда высказывался против того, чтобы его спортсмены бились друг с другом. Но перефразируя известное выражение, менеджер предполагает, а UFC располагает. Оба бойца сейчас входят в топ-15 рейтинга в своем дивизионе. Царукян замыкает топ-10 легкого веса, а фамилия Исмагулов значится на 12 строчке. Таким образом, избежать встреч между ними было очень сложно. Здесь нужно принимать во внимание готовность других бойцов, планы организации и не забывать, что медийные персоны дивизиона не готовы на закате карьеры драться против таких соперников, как Арман и Домир. Не принять поединок значит остаться на паузе еще как минимум на полгода. С учетом того, что у Исмагулова заканчивается контракт, а Царукян стремится быстрее закрыть поражение. Почему Домиру важно скорее выполнить контракт? На горизонте гран-при в лигах ПФЛ и Беллатор, а там готовы платить гораздо большие гонорары. Тем более Исмагулов не имеет поражений в UFC, да и вообще у него только один проигрыш в профессиональной карьере. Такой актив интересен каждому толковому менеджеру и матчмейкеру. Кроме того, есть лига Ван Чемпионшип. При таких раскладах уже и руководство UFC вынуждено будет думать о том, чтобы предложить Исмагулову более серьезный контракт, и это обоснованно. Теперь о самом поединке. Как сказал нашему каналу менеджер бойцов Саят Абдрахманов, в топ-15 уже нет не опасных боев. Любой поединок с соперником из этого списка будет сложным. Поэтому бой для Исмагуловой Царукяна на бумаге выглядит очень интересным и трудным, а о его важности говорить даже не стоит. Также я решил узнать мнение о предстоящем противостоянии у тренера команды Arlan MMA Pro Team Игоря Фунтикова, который долгое время работал с Дамиром. Вот что он сказал. У Армана хорошая борьба. Последнее время он хорошо прибавил в ударной технике. На таком высоком уровне вряд ли стоит ожидать встречи с простыми соперниками. Поэтому нужно хорошо готовиться и постараться в бою реализовать свои сильные стороны. Пока ее и все официально не анонсировали этот поединок. Но скорее всего это просто дело времени. Ай, Сяу, какой бомбовый прогноз. На этом разрешите закончить. Напишите в комментариях, хотели бы увидеть подробный разбор предстоящего поединка. Поддержите канал лайком и подпиской. Это будет ваша чемпионская оценка за мой труд. И в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию MMA. Я доказал, что простой парень из деревни, где меньше 60 дворов, нет интернета, сейчас держит поезд чемпиона мира М1.